6,5 лет учебы позади сегодня Юзеф Забаровский стал специалистом. Он приобрел не только ценные знания, но и уникальный опыт морских путешествий. Обошел на судне практически всю Европу, заходил в порты африканских стран. Я прошел практику на иностранном судне под британским флагом после четвертого курса. Я ушел на 6 месяцев 10 дней. И сейчас после пятого курса я уходил на 3 месяца с половиной. Была очень короткая практика, 2 месяца. Красный диплом по специальности судовождения он получил из рук заместителя губернатора Мурманской области. Предложение о работе у выпускника уже есть и не одно. Подготовлен хорошо, иностранный язык знает, ну а практику нужно будет нарабатывать в море. О работе, которая позволит путешествовать по миру и при этом зарабатывать, Юзеф мечтал с детства. Для выпускницы Валентины Собяниной выбор морской специальности был случайностью. После школы она с семьей планировала переезжать в другой город, но в последний момент планы изменились. Мне нужно было очень быстро куда-то поступать. Я поступила на радиста, я даже не знала, кто это такой. Первое, когда я узнала, что там одни мальчики и надо носить форму, я очень сильно расстроилась. Я ходила в море, действительно мне там понравилось. Но чтобы опять туда пойти, я не знаю. Нет, на месяц я бы сходила еще туда. Но так вот конкретно работать, чтобы по жизни нет. Это не помешало Валентине окончить вуз с отличием. Сейчас она работает на кафедре МГТУ и в Центре морской подготовки помогает оформлять документы курсантам. Вместе с ней в этом году учебу на морских специальностях окончили 10 девушек. Это рекорд за всю историю технического университета. В Мурманском траловом флоте, если вы помните, Орликова работала, стала капитаном. В мою бытность у нас была девушка, которая до второго штурмана доросла. Дело в том, что на малотоннажных и среднетоннажных судах нет достаточных санитарных условий для выделения под женщину, обеспечения жилищных санитарных условий. На крупнотоннажных такие условия есть. Если будут приходить девушки, будем рассматривать. В молодых кадрах Мурманский рыбный флот очень нуждается. Сейчас средний возраст плавсостава от 40 до 60 лет, а подготовка настоящего специалиста – процесс долгий. В среднем капитана готовить лет 15. Если так говорить, от младшего штурмана до капитана лет 15. Ну, может быть, на транспортном флоте быстрее, там просто из точки А в точку Б переехал. У нас именно промысловика надо готовить. Ну, а так штурман, в принципе, год-два уже готовый специалист, может самостоятельно стоять на мостике. Без работы выпускники морских специальностей точно не останутся, убеждена заместитель главы региона Ольга Кузнецова. Сейчас в Арктике развивается много интересных проектов, на которых грамотных специалистов с руками оторвут. А романтичность морских профессий еще и личную жизнь помогает устраивать. Я им желаю все-таки остаться в профессии, реализовать себя. Для этого сейчас есть все возможности. Ну, еще я думаю, что, как на моем примере, я, например, потом вышла замуж за курсанта, за выпускника судоводительского факультета. Поэтому важно, что у нас остались такие традиции в университете. Ну, и много девчонок. Сегодня дипломы получили 54 выпускника морских специальностей. Восемь из них с отличием, что для столь сложных профессий – очень хороший показатель. Анастасия Степанова, Павел Третьяков, ТВ21+. Продолжение следует... Продолжение следует...